В Ульяновске прошло 40-е заседание законодательного собрания. Народные избранники рассмотрели более 30 вопросов. Парламентарии приняли отчет об исполнении регионального бюджета за 2020 год. Об этом рассказала Наталья Брюханова и о министре финансов Ульяновской области. Прошедший год, 2020, несмотря на все его сложности, в принципе, достойно был пройден регионом. И мы смогли получить не только финансовую помощь и поддержку с федерального бюджета, но и в том числе предпринятые все усилия позволили даже увеличить собственные доходы. Если говорить о доходах, то, конечно, существенные вклады, более 19-процентный рост вложил федеральный бюджет, который оказал неимоверную поддержку. Его помощь выросла почти на 11 миллиардов. Понятно, что основные средства были направлены на борьбу с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Также депутаты большинством голосов приняли законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год. Только на лечение больных COVID-19 из бюджета ТФОМС было выделено почти 2 миллиарда рублей, а на проведение ПЦР-тестов 176 миллионов. Основные параметры сложились по доходам 16 миллиардов 261 миллион, по расходам 16 миллиардов 171 и профицит составил 90 миллионов рублей. Хотелось бы отметить, что по доходам произошел большой рост к 2019 году, плюсом 1 миллиард 267 миллионов рублей. Одним из главных вопросов стало обсуждение и принятие постановления о назначении выборов губернатора Ульяновской области. С учетом эпидемиологической обстановки на проведение выборов предусматривается три дополнительных дня. Также увеличится количество переносных ящиков для голосования на дому. В сентябре месяце 2021 года у нас заканчивается определенный срок. И в соответствии с дейшим законодательством Российской Федерации мы должны принять, рассмотреть данный вопрос. И в период со 100 дней до 90 дней, вообще единого дня голосования, мы должны принять такое решение. Учитывая то, что у нас единый день голосования 19 сентября, комитет принял данное решение, чтобы принести проект постановления, внести закон в Ульяновской области именно дату 19 сентября. Народные избранники также обсудили отчет об исполнении программы приватизации. Депутаты приняли поправки, касающиеся зданий и сооружений, которые находятся в непригодном состоянии на балансе региона и не используются. Правительство должно сэкономить денежные средства на их содержание, во-первых, во-вторых, очиститься от непрофильных активов то, чего не нужно и то, чего не используется, для того, чтобы мы могли эти деньги использовать на благо нашего населения. В ходе заседания депутаты рассмотрели и приняли еще несколько законов и поправок в законодательные акты региона, благодаря которым жизнь населения Ульяновской области станет лучше и комфортнее. Валентина Никонова, Герман Баранов, Управда ТВ